здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут елена сегодня я снова рассказываю вам обиталии о том как нам нужно всем собраться и организоваться для того чтобы эффективно и качественно прожить этот карантин и так что нам нужно сделать важный расход который мы можем остановить сейчас это расход на страховку машины страховка машины она дорогое удовольствие я помню у меня первые страховые полисы были по моему 1400 1800 в год то есть каждый день капает какая-то сумма пока мы все сидим на карантине но я пока еще нет здесь в россии еще не совсем но в италии уже все сидят на карантине машины вы практически не пользуетесь если вы понимаете что вы месяц или там больше времени не будете ездить на машине вам можно сейчас же прямо вот войти в личный кабинет страхового полиса и там остановить страховку просто ее затормозить это значит что с момента остановки страховки деньги не будут тратиться вот этот период она будет заморожена и потом когда вы ее заново активируете она заново ну как бы начнет отсчитывать свое время и тогда если вы оплатили сейчас на год остановили условно на два месяца то она закончится через год и два месяца так для тех кто покупал страховку онлайн вы заходите в свой личный кабинет и там это делаете самостоятельно находите вот кнопочку где там фермарис suspender и ассекурационы это остановить страховку приостановить там будет также обязательно вот такой вопрос хранится ли машина в гараже потому что если машина стоит на улице то она не должна быть без страховки те машины которые стоят гараже какой-то вашей личной территории закрытой там можно останавливать страховку теперь страховку можно останавливать для тех кто у кого еще больше 30 дней до конца то есть если у вас страховка заканчивается через месяц там или через 15 дней и приостанавливать уже нельзя о них мы поговорим сейчас те у кого страховка еще пару месяцев могут ее остановить важно что в это время вы не можете ездить на машине то есть вы не можете пользоваться машиной если остановили допустим сегодня то до 12 ночи сегодняшнего дня машина еще застрахована в одну минуту 1 ездить уже нельзя имеет смысл останавливать страховку на месяц или на больший срок потому что тогда она откладывается но включить ее можно в любой момент если вы понимаете что через неделю вам нужно куда-то поехать прям по зарез тогда вы просто заходите снова в этот кабинет снова ее активизируете и если вы активизировали и и допустим вот сейчас в обед то она будет активно после 12 ночи на следующий день то есть если сейчас ее активировать то в первую минуту часа ночи после 12 01 она после 12 часов ночи она будет активно так окей это мы проговорили те кто покупал страховку у дилеров тоже нужно звонить этим дилерам тоже просить чтобы вам активировали эту строй чтобы вам ее со спендеря да сейчас вот чтобы и приостановили и потом ее можно будет активировать в любой момент если так случилось что вы активировали ее через неделю тогда вам не будут считаться вот это каникулы не будет время они просто ну как бы сделают вид что она вообще не было выключено так что имеет смысл пока что вот ее остановить и держать там месячишка дальше уже вот каждый день будут все равно экономится деньги так это для тех у кого машины еще застрахованы еще долгое количество дней так мы все проговорили до зайти выключить можно включить в любой момент ездить нельзя теперь второй пункт для тех у кого машина страховка на машину заканчивается в период с 21 февраля по 31 марта то есть где-то сейчас для вас страховка автоматически продлевается на 30 дней то есть декрет cura italia прям вот это вот постановил что эта страховка будет продлина еще на 30 дней и что с этой продленной страховкой можно ездить если вы сами остановили страховку ездить нельзя если страховка просто закончила срок действия то еще 30 дней декрет предусматривает что она будет работать и ответственность за вас несет фирма с которой вы подписали контракт страховая если допустим у нас страховая там иванов и компания и закончилась сегодня то согласно декрету они должны нести за вас ответственность еще на 30 дней и если случится какая-то авария то именно компания иванов и к должна в общем выплатить все вот эти вот страховые случаи оплатить поддержать и все для вас сделать при продленной страховки ездить можно при выключенной нельзя это я уже вам сказала простите ну все эти две такие большие различия поэтому вот так вот машина ревизионы тоже вот она продлевается автоматом поэтому как бы за ревизионы можно не переживать теперь в субботу 8 на вы помните что каждую субботу мы собираемся на посиделки в ю тубе будет стрим в 18 по москве то 6 по москве или в 4 по риму 4 по италии мы встречаемся и мы поговорим о том что я не знаю чем мы будем говорить либо у меня две темы либо карантин это шанс стать президентом ну то есть о том что нужно быстренько сделать сейчас чтобы прям вот эффективно как только вот все откроется либо либо о том как опять-таки подготовить себе об инструментах которые нужно сейчас уже подготовить для дистанционной работы со всей администрации со всеми напишите пожалуйста в комментариях чтобы вам что вам больше нужно о том как готовиться к будущему или о том как сейчас прямо получить инструменты доступа к ко всем программам вот как то так спасибо вам за внимание встречаемся в субботу вы 4 по риму и 6 по москве пока пока всех целую пока пока